Тем не менее мы сегодня будем с вами говорить о том, как и где найти какие ролики, как пользоваться видеоканалами нашей компании, как находить информацию, как ее использовать, как ее преобразовать в конце концов, как ее иметь у себя. Актуальны ли эти вопросы? Напишите. Если да, то поставьте цифру 10. Если не совсем, то может быть и не будем ничего делать. Хорошо, коллеги. Давайте сделаем так. Я сейчас открою свой экран. Не могу сказать, что у меня там он образцовый, рабочий стол и так далее. Но, по крайней мере, стараюсь каким-то образом систематизировать информацию, которая приходит от компании, от руководства. В новостях наших. Сейчас я нажму кнопку поделиться экраном. Просьба к вам будет такая, чтобы вы в виде плюсиков подтвердили, что вы что-то видите. Сейчас у меня загружается программа. Я сейчас начал трансляцию. Рабочего стола. Если видно что-нибудь, то, пожалуйста, нажмите плюс. Ну, хоть кто-то, да? Дайте мне эту обратную связь. Есть, да? Итак, коллеги. Открываю вам рабочий стол. У меня сейчас на рабочем столе сейчас я это дело уберу. Находится файл, который у меня называется ссылки на информацию, там, ролики, да, либо полезная информация. Вот, я рекомендую каждому из вас иметь подобные файлы, да? Для чего? Для того, чтобы вы могли в нем сохранять, в этом файле, текстовом, полезные ссылки, полезную информацию по новостям, по каким-то роликам, по наиболее, скажем так, ключевым моментам, да? Да, вот вы видите, я сейчас пролистал, у меня тут идет презентация на Инотранте, Мельбурн, там, и так далее, и так далее. Это то, что необходимо, например, для донесения информации окружающим. На презентациях я что-то использую. Вот, просто записываю, скажем так, ссылки роликов, которые являются ключевыми. Там, где и генеральный конструктор посещает какое-либо мероприятие, что происходит в этой технопарке, и многое-многое другое. Ну, сейчас мы начнем с вами с более простого. Я специально выделил в этом файле видеоканалы SkyWay, да? То есть, я сейчас все четыре копирую для вас. Возвращаюсь к нам в комнату и в чате. Я вам в чате сейчас бросил четыре ссылки. Вот пока приостанавливаю трансляцию рабочего стола и просто объясню, что это за ссылки. Первый из них идет на видеоканал компании SkyWay Capital, да? Второй идет на видеоканал компании RSV System. Третий на видеоканал под названием SkyWay Webinar, куда можно зайти, скажем так, и найти записи вебинаров, которые были на прошлой неделе, месяц назад. То есть, с тех пор, как данный канал у нас появился. Это где-то около полугода. Я не могу сказать, что там все 100% записи есть, потому что не все вебинары пишутся, но большинство из них вы там можете найти. Мало того, вы увидите внизу самую последнюю ссылку на видеоканал сайта Анатолий Юницкий, www.yunitsky.com. Есть такой еще видеоканал. Для чего я все эти четыре ссылки вам даю, потому что, если мы сейчас на любую из них нажмем, давайте на ссылку Анатолия Дарвича я вам сейчас нажал, снова сейчас открою вам экран. И там, вот на этом канале, по крайней мере, он один из первых появился, да, у нас, на котором выкладывалось видео. То есть, на нем идет огромный пласт видеоинформации. То есть, здесь есть вот первая заставка видео, это свежая, кстати, презентация, вы ее тоже потом сможете скачать, кто не умеет, сейчас покажем. И здесь вы можете найти плейлисты. То есть, нажимая на плейлисты, у вас пойдет разбивка, да, видите, 16-й год, 106 видео, ответы на вопросы, 98, да, и так далее. То есть, вы можете здесь найти информацию из целого ряда разделов. То есть, весь английский, смотрите, на английском языке. Вот. Видео на английском отдельно 46 и так далее. То есть, телевидение Skyway выделено в отдельную папку, КБ в Минске, 45 видео и прочее, прочее. То есть, вебинары, которые ввел когда-то Анатолий Дарчуницкий, в которых принимал участие. То есть, у вас здесь огромный пласт информации, видео есть за 6-й, за 2-й, за 4-й, за 5-й год. То есть, эти те видеоролики, которыми мы пользовались когда-то, когда только начинали проводить мероприятия по технологии Skyway и так далее. Это канал Анатолия Дарчуницкого. Если мы просто нажмем, выберем видео, да, здесь, то у нас просто пойдет, скажем так, с сегодняшнего дня и по первые дни, тут много-много-много страниц будет. Нажимая еще, просто у вас будут загружаться все новые-новые ролики и так вы сможете дойти до того самого 2000 года, нескольких роликов, которые были сделаны тогда. Соответственно, вы можете использовать данный видеоканал. Сейчас я нажму на канал Skyway Webinars. Вот он тоже загрузился. Здесь то же самое. Вы можете найти информацию по спикерам, потому что вот люди, которые проводят у нас вебинары, в плейлистах, да, сохранены вебинары, которые они проводили. Пожалуйста, интересуются, скажем так, вебинары технологические, вебинары, которые называются у нас технико-экономические, того же Сибирякова и Суходоева, вот 126 видео есть. Да. Дальше вебинары на целом ряде языков. Немецкий отдельно, эстонский, французский. Немного их, но тем не менее они есть. Если они вам будут нужны, мало того, здесь у нас на канале, на видеоканале вебинаров, да, есть переход, смотрите справа внимательно, на разных языках. Финский, вот Skyway, там, Capital. Финский, да, с дубляжом, по всей видимости, видео. Далее, российский, польский, венгерский, если не ошибаюсь, литовский. И пошло-поехало. Испанский, чешский, словацкий. То есть здесь большое количество, скажем так, видео, которое либо продублировано, либо каким-то образом, может, прямые вебинары, которые велись на этом языке. Поэтому ссылки сохраните обязательно. Заходите, поищите на этих видеоканалах то, что вам действительно сейчас необходимо, да. Людям своим, которые есть в ваших структурах, обязательно скопируйте все эти четыре ссылки. И вот чтобы они вас не дергали, чтобы они, скажем так, как мы говорим, любим говорить слово, там, не доставали попусту, да, даете им эти ссылки, если они взрослые и так далее, то там можно найти информацию, видео. Начиная, опять же, с 21-го ответа на вопрос. Те, кто помнит, что были такие видео, пожалуйста, плюсики поставьте в чате. Ответ Юницкого на вопросы, касаемые, которые задавались еще там в 13-м году, в 12-м году до того, да, которые были собраны, подобраны, сделаны подборки материалов, скажем так. Так, первые директора, которые у нас здесь работали, они позаботились о данном видео. Соответственно, все это можно найти, вот. И всем этим можно, всем этим можно пользоваться. Далее у нас идут каналы Skyway. Это канал компании RSV System, да, на нем тоже огромный объем информации, точно так же разложено по плейлистам и так далее, и так далее. И канал компании Skyway Capital. То есть все видео, которое у нас появляется на нашем видеоканале, единственное отличие, скажем так, стартовой страницы, назовем так, главной, да, то, что здесь у нас уже идет презентация Skyway Capital. Тот видеоролик, который мы показываем на наших вебинарах, уже презентациях, и сегодня в Москве у нас будет проходить живая презентация. Люди увидят этот ролик, который рассказывает и о технологии, который рассказывает и о компании Skyway Capital. То есть я думаю, что ничего сложного в том, что я вам сейчас рассказал, нет, правильно, зная эти ссылки, сохранив их на компьютере, не просто, скажем, сейчас посмотрев и махнув рукой, да, сохраните эти ссылки, создайте текстовый файл, вордовский, вордовский, там, по-разному, да, и разбейте его там даже по рубрикам внутри этого вордовского файла. Может быть у вас там ролики по технологии будут отдельно, да, там, по эко-технопарку, ролики там презентационные, еще какие-то. И сохраняйте там ссылки на эти ролики, чтобы вы могли, если у вас есть доступ в интернете, если кому-то интересно, скажем так, посмотреть данную информацию, самые первые четыре ссылки это на видеоканал, и дальше вы уже можете выбирать те ролики, которые вам важны, которые вы считаете ключевыми. Ну, по крайней мере, презентационный ролик РСВ, презентационный ролик Skyway Capital, я думаю, что у вас должны быть обязательно ссылки и так далее. Теперь следующее. Так, единственное, задам вопрос, слышно, видно меня, то есть, все, что я сейчас говорю, все меня слышали, видели, да? Ну, на всякий случай проверяю, потому что, мало ли там, трансляция экрана, что-то было непонятно. Итак, коллеги, это начало. Начало в том, что вот, где найти эти ролики, теперь как их скачать. Интересно вам, как скачать видеоролики себе на компьютерах? Вот кому интересно, цифру 5 поставьте, если вы не умеете. Я знаю, что есть большое количество людей, которые умеют, есть еще большее, которые не умеют, а есть еще большее количество, которые даже не задумывались, что это возможно. Хотя все это элементарно. Итак, делюсь с вами снова экраном, перехожу на один из видеоканалов, любой, который мы сейчас с вами выберем. Ну, давайте, наверное, давайте вот простое. Зайду на сайт SkyWayChip, на видеоканал SkyWayChip. Да? Вот. Сейчас он прогрузится, страничка. Вот у нас загрузилась страница, здесь сразу пошла презентация, что я вам рекомендую. Если вы хотите найти какое-то видео, да, вы можете тоже зайти в плейлисты, да, на наш видеоканал, вот здесь. Какая-то информация будет разложена по плейлистам. То есть, видите, отдельно, экспо энергии, да, то есть, это выставка, которая была в Беларуси. Белорусская транспортная неделя, 5 видео. Гид по личному кабинету даже есть. Многие даже не знают, что у нас есть вот такой гид по личному кабинету. 28 видео по инотрансу. Новость Эко-технопарка, 41 видео, да, и так далее, и так далее. То есть, это то, что есть на сайте SkyWayChip. Для того, чтобы еще проще двигаться, вы просто можете нажать видео, не плейлисты, а видео, да, и у вас по мере выгрузки, скажем так, наиболее свежий ролик, который здесь есть, да, который вы можете посмотреть, это последний, это тот, что был выложен в последний. Видите, здесь написано 23 часа назад. Это новости. Вот давайте просто на примере новостей сделаем простые шаги. Я нажимаю на это видео, и у меня открывается видео 40-й выпуск новостей, который у нас вышел вчера. Делаю паузу, захожу снова в комнату к вам. Видно то, что я сейчас показываю? Просто программа отрабатывает все вовремя. Напишите плюс просто, ставьте, если да. Видно. Хорошо, возвращаюсь на эту страницу. Теперь, коллеги, обратите внимание, может вам сейчас не очень видно, я просто говорю и озвучиваю. В верхней части экрана у меня вот здесь, в адресной строке стоит адрес этого ролика, да. То есть, https, там, касая, двоеточие, и дальше идет, 3w.youtube.com. И дальше код, скажем так, это полная ссылка на данный ролик. Для того, чтобы его себе сохранить на компьютер, вам нужно сделать очень простое действие. После 3w и точки ставите мышку, вот кликаете сюда. Видите, у меня там мышка заморгала. И делаете простую вещь, клавиатуру переводите в латинский шрифт и вставите две буковки S после точки, как доллар. Видите, я поставил две буквы S. И после того, как вы эти две буквы S сюда загнали, как я говорю, да, нажимаете просто Enter на клавиатуре. После того, как вы это сделаете, у вас загрузится следующая страница. После полной прогрузки страницы у вас написан ролик, который вы хотели скачать. Новости Skyway Capital 40 выпуск, да. И вот написана кнопка скачать. Если я сейчас сразу начну скачать, у меня в формате MP4 скачается данный ролик. Вы же можете выбрать себе формат, который вам необходим. Вот кликая здесь на стрелочку рядом, да, вот, MP4 720 размер, то есть, ну, это качественный размер будет. У вас выпадает панелька, предлагается немножко меньшего разрешения, да, тот же самый MP4 формат. Дальше, если вы еще раз на стрелочку нажмете, где еще, у вас высветится большее количество форматов, которые вы можете себе закачать. Вот. 3GP, сразу хочу сказать, это формат, ну, для мобильных телефонов, которые, например, не, имеется в виду смартфоны и планшеты, которые старые, которые не показывают нам, например, видео в формате MP4. Сейчас фактически все планшеты и смартфоны, которые выходят к нам на рынок, они все имеют возможность транслировать и демонстрировать ролики в MP4 формате. Соответственно, вы в этой панельке посмотрели, остановили выбор на наиболее вас удовлетворяющем формате и размере, выбираете его здесь, и, соответственно, у вас началась закачка ролика на компьютер. Видите, в левой части экрана внизу, вот, ролик уже загрузился. Если у вас быстрый интернет, он загрузится быстро. Вы, кстати, можете и с мобильного своего устройства заходить, также на этот YouTube, ставить две буковки S, раз, и у вас загружается программа SaveFromNet, она называется. Тут есть предложение ее установить, скажем так, себе на компьютер и так далее, но для того, чтобы ролики скачать, этого делать даже не обязательно. Да? Мы с вами еще потом рассмотрим, как звуковую дорожку отсюда снять, потому что здесь тоже предлагается установить программу UMI Video Downloader, который будет вам и в MP3, скажем так, с YouTube в один клик качать. Итак, вот смотрите, слева у нас закачался ролик. Самый простой, есть люди, которые не знают, как его найти на компьютере. Пока вы ничего не успели, скажем так, сделать после того, как ролик закачался, вы просто нажимаете вот на галочку справа от названия, и у вас появляется панель, в которой нижняя надпись «Показать в папке». Я знаю, что этот ролик находится в папке загрузки, либо download, который есть на каждом компьютере, но есть те, кто этого не знает. Нажимаем на кнопку «Показать в папке». Вот у вас здесь все загрузки, да, и конкретно вам высвечивается этот ролик, который вы только что скачали. Для того, чтобы вы легко могли его найти, вы просто-напросто берете его, либо копируете, либо я сейчас беру комбинацию клавиш «Ctrl-X», вот я его отсюда сейчас вырежу, да, и просто для того, чтобы вы видели, вот на рабочем столе нажимаю, вот гоню мышку, нажимаю кнопку «Вставить», и вот у меня появился ролик новости Skyway Capital 40-й выпуск. Нажимаю его загрузку, то есть я скачал видео с YouTube, ничего сложного я не делал, да, то есть, вот он сейчас демонстрируется у меня на экране в хорошем качестве. Это я взял MP4 720 размер, там, да, то есть сам, ну, большой, больше из тех, которые были. Так, коллеги, вот таким образом, в принципе, да, вы можете скачивать видео с YouTube не только, которое касается нашей тематики, да, возможно, какое-нибудь мотивационное видео, возможно, какой-то другой ролик, то есть любую информацию практически на YouTube, сделаю сейчас маленький акцент. Если человек, который выложил это видео на своем видеоканале, не поставил защиту, там, против скачивания и так далее, вот, тогда вы сможете скачать ролик. Вот я бы хотел сейчас получить обратную связь, те, кто видели с самого начала, поняли ли вы все, что я сейчас говорил, или надо повторить. Но я не говорю сейчас для тех, кто пришел только что в комнату, потому что запись все-таки я включил, вы сможете посмотреть. Понятно, то есть сложного, я так понимаю, нет же ничего, правда? То есть теперь вы можете вот таким образом легко сохранять те ролики, которые вам необходимы. Я сделал упор на чем? Я сделал упор на том, чтобы вы могли эти ролики иметь на компьютере, и чтобы вы могли их показать в любом месте, в любом, скажем так, момент, тем людям, которым это может быть интересно. Если вы с собой переносите устройство, компьютер, планшет, либо что-то еще, и, я не знаю, проводите презентацию. То есть вы даже эти ролики, если они у вас на компьютере, они могут вам пригодиться, вы можете ехать в поезде, если человек мы заговорили, да, то вы продемонстрируете, что из себя представляет технология. Презентационный ролик включите, там, еще чего-то. Эти ролики вы сможете транслировать, проводя презентацию в любом зале, где даже нет интернета, да, потому что мы, в принципе, если есть интернет, то целый ряд видео показываем с интернета, но все равно даже стараемся, если есть интернет, да, то мы показываем ролики с компьютера, чтобы они, скажем так, шли нормально, и не было каких-то проблем, там, мало ли, вай-фай не очень быстро и прочее, прочее. То есть вот таким вот образом вы можете эти ролики скачивать. Еще раз просто повторю, да, вернусь на место. Это тот ролик, который мы с вами хотели скачать, и скачали, да, вот, я его остановлю, вставляем после трех W в адресной строке, или W по-английски, да, две буковки S после точки, то есть три W, точка, вставляем перед буковкой, перед YouTube-ом, две буквы S, и нажимаем Enter. И у нас загружается страница, в которой мы просто выбираем формат и скачиваем этот ролик себе на компьютер. Все, и он у вас появляется в разделе загрузки. Я сейчас этого делать не буду, да, потому что мы с вами в другой части интересно перейдем, ну, в принципе, с этим роликом то же самое можно проделать. Вот. Я просто могу сказать по своей практике еще, да, важный момент. А, подождите, я же экран вам не включил. Извините меня, пожалуйста, бывает такое. Пошла трансляция рабочего стола, возвращаюсь еще раз вот сюда. Вот здесь вот мы ставим две буковки S, три словом YouTube в адресной строке. Нажимаем Enter. И у нас загружается страница программы Save from Net, и вы можете скачать себе ролик. Просто нажимая на скачать, вы сразу же скачиваете в том формате, который предлагается. Либо выбираете из тех, которые есть вот в этой панели. Я сейчас дальше не буду ничего делать, возвращаюсь обратно. Вот. Хочу вам сказать следующее. То есть, когда я только пришел, скажем так, в компанию сотрудником, устроился на работу, да, то есть у нас устраивали, как это называется, ну не то, чтобы экзамен, но тем не менее нужно владеть информацией. Правильно? Если ты являешься сотрудником антиинформационной поддержки, то есть ты должен владеть информацией, ты должен доводить качество для людей, которые тебя окружают. Это для наших инвесторов, для потенциальных инвесторов и так далее. Тогда я просто-напросто всю информацию, новости, то есть как нужно, скажем так, рассказывать об акциях и о чем-то еще. Вот. Ольга, на телефон, в принципе, если ваш телефон, а вы можете это дело посмотреть, если он один из последних моделей, купленный, ну, по крайней мере, за последний год, да, вот модель выпущена, либо даже два года, то на нем есть формат MP4, вы сможете его смотреть прямо в MP4 качать. Если у вас, скажем так, смартфон, который выпущен, может быть, там 4 года назад, там 5 лет назад, да, возможно, лучше скачать тогда в формате 3GP. Там он выбирается, то есть 3GP, это формат для мобильного просмотра. Он был когда-то специально создан, сейчас, в принципе, надобности нет, потому что все устройства практически читают MP4. Раньше там были каналы SVF, по-моему, там, ASX, там еще чего-то, то есть там для разного чтения. Ави был очень модно на YouTube, я сейчас что-то не нахожу. Ну, может быть, просто на роликах нашей компании Ави нет, а на каких-то других ресурсах, с которых вы захотите что-нибудь скачать, может быть, фильм какой-то, либо что-то еще, там может быть еще Ави формат, потом ВЕП, да, есть формат, то есть это, скажем так, тоже он у вас будет, вы смотрите, скажем, посмотреть, но напротив этого ролика на вашем компьютере будет там изображение либо Mozilla, либо Google Chrome, вот, что он, как бы так, львовский формат. Так, так вот я себе на мобильный телефон просто напросто надиктовывал ответы на вопросы, которыми нужно владеть, и в электричке ездил слушать. В принципе, сейчас для того, чтобы овладеть информацией, которая говорится на презентациях, да, либо там в каких-то роликах, новости и так далее, можно, ну, чтобы не забивать память мобильного телефона слишком сильно, потому что аудио формат весит гораздо меньше, чем видео формат, да, то есть если вы видео скачаете, будет один объем, если вы будете скачивать аудио только, то это будет меньше объем. Соответственно, просто больше объема информации можете разместить на своем устройстве. Так вот, для того, чтобы скачать аудио формат, да, интересно, кстати, нужно кому-то, как скачивать аудио формат, как его делать точнее, как его создавать на своем компьютере. Интересно. Так вот, вы видели уже, да, что у нас на YouTube сейчас, куда мы выходили с вами, снова нажимаю начать трансляцию, по идее она должна была пойти, плюсик кто-нибудь один поставьте, и я буду продолжать. Есть, да? Так вот, тот же ролик с YouTube, да, то есть можно снять звуковую дорожку с любого видео, которое, скажем так, размещено на YouTube, опять же, за исключением того видео, на котором стоит, как бы, крестик, запрет на скачивание. Бывают такие закрытые каналы, то есть ты можешь кому-то посмотреть, но ты не можешь это снять. Есть сервисы, которые позволяют вам смотреть что-либо, да, но скачать вы не можете. Вот Vimeo, например, очень такой капризный, оттуда очень трудно снять видео, хотя есть программы заполучные, которые делать позволяют. Итак, коллеги, для того, чтобы скачать вот аудио-дорожку этого же ролика, такие же простые действия. Ставим две буковки S, нажимаем Enter, и у нас загружается та же самая страница, которую вы сегодня уже видели. Но только единственное, здесь стоят видео форматы, да, вот. MP3-его отдельно, здесь нет, но здесь есть, видите, аудио MP4, вот сейчас, самая нижняя, 128 кбит, как бы, как среднее разрешение. Аудио, которая звуковая дорожка, которая накладывается при создании роликов в MP4-ком формате. Нажимаем ее, она будет скачиваться немножко дольше. Но, тем не менее, вот сейчас у нас идет закачка звуковой дорожки, та, которая была на этом ролике. Я вам сейчас копирую еще одну ссылку, которую сброшу в чате вебинара. Это ссылка на программу, которая находится в интернете, на сервис в интернете, которая позволяет, скажем так, звуковые ролики других форматов переводить формат MP3. Мы сейчас с этим сервисом с вами воспользуемся. Сейчас ролик закачается, и мы дальше перейдем, я сейчас сразу перейду на страницу данного сервиса. Вот она загружается, и здесь открыть файл, соответственно, на компьютере сюда нужно будет закачать. Сейчас файл закачается. Смотрите, сразу хочу немножко про программу сказать, вы здесь можете потом дальше сами с ней позаниматься. видите, здесь есть такие варианты, как вы можете, скачав там два отдельных аудио каких-то куска, да, соединить их в один. Вот. Вы можете здесь конвертировать видео с одного формата в другой. Вы можете здесь резать видео. Можно здесь напрямую самого себя записать. Нажав, вы будете видны на экране, что-то проговорить, и у вас будет готовый ролик, обращение, кому бы то ни было. Можно просто звук записать, если хотите. То есть данный ролик, данный сервис позволяет делать целый ряд интересных вещей. Единственное, я вот здесь не нахожу видео, скажем так, скрепление, то есть нескольких отрезков видео, которые могли бы сделать в один фильм. Но это отдельные программы, они достаточно громоздкие, большие, если качественное видео вы хотите сделать, как у нас делаются новости, например, там, допидеми занимает много, и компьютеры нужны мощные, и так далее. А вот с аудио все гораздо проще. Итак, посмотрите, вы видите, да, что аудио закачался у нас сигнал, точнее, дорожка звуковая, вот она у нас находится, опять же, нажимаю показать в папку. Видео плейбэк, да, сейчас ее закрою, и чтобы мне этот файл конвертировать в mp3 формат, чтобы он читался на любом смартфоне, на любом, скажем так, планшете, на любом устройстве, в принципе, даже уже в этом формате m4a, вот здесь как написано, его можно читать на целом, практически на любом устройстве, на котором будут стоять, скажем, соответствующие проигрыватели, которые могут это делать. Но, так как у нас mp3 формат читается везде, лучше видео сконвертировать в mp3 формат. Кстати, когда вы конвертировать здесь будете, видите, здесь написано формат mp3, вы можете сделать формат wav, обратно в m4a, с которым мы сейчас будем конвертировать, рентон для айфона, отдельная программа, и еще, скажем так, целый ряд форматов, аудио форматов, в которые вы можете сконвертировать тот файл, который вы будете конвертировать. Итак, что нужно сделать? Надо нажать открыть файлы, они открываются у вас на компьютере. У меня сразу просто открылась папка, которая нужна. Выбирайте файл, который вам необходим, вот, и нажимаем кнопку открыть. У нас пошла загрузка данного файла на данный сервис. Файл загрузился, и теперь нам предлагается его конвертировать в mp3 формат, вот он выбрал. Вы можете улучшить качество, постараться, да, не факт, что оно будет намного лучше, но может быть, там, шумов будет меньше, там, так далее, так далее, звучать будет лучше. Можете там очень высокого качества. Но увеличение вот этих стандартов лечет за собой увеличение размера размера файла. Сейчас он 4,58 мегабайта. Итак, я оставляю, как есть, 128 килобит там в секунду достаточно, нажимаю кнопку конвертировать. Видите, все очень быстро произошло. и конвертация завершилась. Что вам нужно сделать, это нажать на кнопочку скачать. И вот пошла у вас загрузка файла, он моментально фактически загрузился. Нажимаем опять на эту кнопочку, нажимаем показать в папке. Вот он конвертированный. Видите, здесь даже написано onlineaudioconverter.com название такое. Вы здесь можете дальше нажимаете переименовать, например, вытираете это название. Ну и давайте напишем новости. 40-й выпуск. Вот. нажимаем сохранить, enter просто. Теперь берем его отсюда, либо вырезать через правую кнопку мышки и панель, которая у вас высвечивается, да, либо через control x. Все, сейчас файл отсюда уйдет, я его также сейчас для того, чтобы его просто было посмотреть, включаю на рабочий стол, нажимаю кнопку вставить, вот он появился. И теперь я могу просто кликнуть по нему и пошел просто текст видеоролика, который мы с вами вот буквально пять минут, видите, звуковая дорожка, пять минут, две секунды. А вот ролик, который мы с вами скачали вот буквально перед тем, как скачивали аудиоформат. То есть сложностей в принципе никаких не возникает. Опять же, для чего это сделано, да, вот коллеги, ну, давайте будем честны, то есть происходит часто вещи, которые, ну, как бы меня не то, чтобы они, они не раздражают, но тем не менее удивляют порой, да. И большое количество взрослых людей, вот, которые вроде бы как строят бизнес, которые занимаются развитием бизнеса по структуре и так далее. И в принципе одна из главных, наверное, первых обязанностей этих людей, раз уж вы развиваете бизнес по партнерской программе, самому знать, да, многие вещи и транслировать их по своей структуре. То есть, чтобы ваши люди умели делать то, что умеете вы, а лучше будет, если они будут уметь больше, чем вы сами. тогда ваша структура будет развиваться, у нее будет, скажем так, вектор развития вверх. Но если вы сами, скажем так, не всем владеете, а вниз еще меньше транслируете, у вас, не обижайтесь, будет структура, скажем так, инвалидская, да, как иногда называют в мире МЛМ, то есть, каждый последующий уровень будет уметь еще меньше, чем умеете вы. Это деградат, так мы называем. Поэтому, вот, чтобы не было вопросов на вебинарах в основном, чтобы не было вопросов там где-то в чатах, да, где мне найти такой-то ролик и так далее, я просто сделал подборку из четырех видеоканалов, вот там вы можете найти делу акцент, услышите мне достоверную информацию, то есть, то, что в принципе выкладывается от компании. Я вам не давал видеоканалы партнеров, вы можете данные ролики, которые вы скачиваете, скажем так, закачивать себе на YouTube и в дальнейшем ими пользоваться. Ну, в принципе, у вас есть такое право, там есть какие-то лицензии на YouTube и так далее, ну, я не слышу, чтобы был какой-то запрет, на то, чтобы у вас на канале был там какой-то ролик нашей компании и так далее. Если вам это нужно, делайте, потому что к этому ролику вы, конечно, можете потом прикрепить в комментариях свою реферальную ссылку и так далее, и так далее, с целью развития партнерской структуры. и задача была сегодняшнего, он небольшой вебинар, я вам обещал, что не буду просто так тратить ваше время, да, хотелось бы рассказать о простых вещах, не знаю, были ли они полезны, конечно, потому что я смотрю, люди потихоньку вываливаются из комнаты, те, которые заходили, послушали что-то, посмотрели, что-то, мы не говорим там о транспорных адресных проектах, в которых великое множество и там в странах, которые экзотические там. Связь очень зависает, ничего не понятно. Вы знаете, делаю я эту запись, она записывается сейчас, транслируется. Вот те, которые считают, что эта информация полезна, у меня к вам просто просьба человеческая. Если в ваших структурах есть какое-то количество людей, вы проделываете то, что я вам сейчас говорил, да, да, будет запись, научитесь делать это сами. Поиграйтесь вот с этим сервисом, подклеивайте, да, например, аудио отрезки в один, чтобы у вас было стройно, может быть, рассказ о чем-то и так далее, и так далее. Я не знаю, мультики скачайте для своих детей или там для внуков. Вот, ну, что угодно, да, главное, чтобы вы научились это делать. И сохраните, пожалуйста, ссылки на наши четыре видеоканала, которые я дал в начале вебинара. Это на канал компании Skyway Capital, на канал компании RSV, на канал вебинарный, на котором у нас записи вебинаров выкладываются, и на канал в YouTube Анатолий Юницкий, на котором вы можете найти, ой, какую древнюю информацию в видеоформате. На целом ряде каналов, возможно, даже на канале SVK, там, и целого ряда роликов нет, которые есть на сайте и на канале Юницкого. Поэтому, сохраните, не ленитесь создавать текстовый файл, назовите его, я не знаю, как угодно, да, SOS, полезные ссылки на информацию, там, все что угодно. Во-первых, такой файл, в котором вы можете сохранять ссылки на те же самые новости, нажимая, вы легко их можете найти, и ссылки на записи, вот для того, чтобы, кстати, вот еще одну вещь вам покажу, которую, чтобы вы, скажем так, легко тоже могли найти. Смотрите. Так, только плюсики поставьте, если трансляция пошла. Те, кто успел уйти, наверное, не до конца, не досидели. Еще один момент, который я хотел показать. Смотрите, мы заходим в раздел новостей, да, ну вот, компания Skyway Capital, я зашел в кабинет, захожу в раздел новости. То же самое на сайте RSV System, например, да, вы заходите в раздел новостей, вот, и вы заходите, ну, например, на тот же, вот видите новость, тот же, да, новостной канал Skyway Capital. Нажимаю на эту кнопку, и здесь написано, ваше внимание, очередной выпуск новостей, стоит красивая заставка, и вот, ссылка на канал YouTube, мы нажимаем ее, в капитале сразу же выводится на канал YouTube, в разделе новостей, RSV System, да, я вам сейчас просто тоже покажу, вот новости, здесь есть еще один промежуточный шаг, сейчас мы выберем ту же новость, например, вот, да, ну, вот новость с видео, с видео обзором, господина Шлоссера, Ловакия, его отдых касаемо наших технологий, то есть здесь стоит кнопка сразу на сайте, мы нажимаем, и он начинает, и с этого, этот ролик начинает проигрываться, да, соответственно, казалось бы, снять его отсюда сложно, вам нужно сделать следующее, здесь YouTube написано, вот, и написано, когда вы мышку подводите, смотрите это видео на YouTube, нажимаем на YouTube, и все, вы на канале компании в YouTube, и здесь то же самое, вот она ссылка в адресной строке, YouTube, вот вы сюда ставите две, две буковки S, как я вам говорил, да, вначале видео, и нажимаете Enter, все, вы теперь можете видео скачать, сейчас оно загрузится, и так далее, то есть на Капитале, в новостях, сразу же вас выводят на YouTube, в РСВ, у вас сначала идет, скажем так, ролик проявился прямо там, на сайте, если вы хотите его посмотреть на YouTube, для того, чтобы скачать, вам это нужно будет сделать, да, вы переходите на YouTube, ставите две буковки S, нажимаете Enter, и у вас загружается эта страница, вы скачиваете данный ролик, вот такие вот дела, господа. Ну, вроде бы, то, что касаемо сегодняшнего вебинара, то, что касаемо, ну, скачивания видео, как снятие звуковой дорожки с роликов на YouTube, конвертацию в формат MP3, да, потом, скажем так, вы можете подключить свое устройство, любое, смартфон, планшет, свой компьютер, да, если там на другой, например, либо флешку, и просто-напросто этот ролик, который вы запишите себе на компьютер, закинете на это устройство, и будете пользоваться, укреплять у себя, скажем так, закреплять информацию в дороге, вот, в дороге вы всегда, если у вас есть планшеты, видео, как правило, у нас на YouTube выкладывают небольшого размера, сможете кому-то демонстрировать, да, имеете ролики, у вас всегда есть доступ к информации, которую можно кому-то не было показать. В принципе, у меня все. Есть ли какие-то вопросы сейчас кому-то? У нас сегодня еще через два часа будет презентация в Москве, живая, так что если есть москвичи, да, то вы можете, в принципе, еще им успеть сообщить, что в гостинице Татьяна в 19.30 будет проходить мероприятие, на котором снова мы разыграем сертификат, на котором будут разыграны книжки, на котором поделимся информацией, о том, что у нас проделано сегодняшний день. Так, постоянно выкидывает из комнаты, ничего так и не поняла, ждем запись. Ну, причины могут быть разные, возможно, качество интернета на приеме у вас не совсем хорошее. Тут я как бы помочь ничем не могу. Одну могу сейчас просто для вас отдельно, две буквы нажать, повторить и так далее. Вы знаете, с экрана существуют отдельные программы. Вот, я знаю, есть программа, называемая Камтазией. Вот, но если вы хотите записывать видео с экрана, касаемо наших мероприятий, да, вот, Вадим, именно, там, капиталовских, либо СВ-шных и так далее, как правило, они все записываются. Большинство из них записывается на разных языках, на наших каналах вы их можете найти. Если вы хотите писать видео с экрана какие-то другие, ну, в другом направлении, да, то вам желательно установить программу на свой компьютер. Вот, я не могу сейчас твердо утверждать, но, возможно, даже Safe From Net позволяет это делать. Но есть программа под названием Камтейджа, мы ее называем Камтазия. Вот, я вот тоже не утверждаю, у нее есть коды, платная она или бесплатная, наверное, платная, но есть много крекнутых версий, я не толкаю вас на пират, но тем не менее. Программа Камтазия позволяет записывать с экрана Камтейджа. То есть, вы просто на нее нажимаете, у вас она включается, экран, идет что-то на экране, вы нажимаете на записи, она пишет. По окончании, скажем так, этой записи вы просто нажимаете конвертация, ну, какой-то, если запись большая, довольно длительный промежуток времени будет конвертироваться сначала в формат Камтазии, потом вам это будет показано, а потом уже в самой этой программе Камтазии вы можете ее сконвертировать в те форматы, которые программа сегодня позволяет конвертировать. Я этим занимался, это делал, есть видеоуроки касаемые там личного кабинета, каких-то пакетов поначалу, то, что я делал полгода назад, год назад, то есть я использовал данную программу. Она простая, интересная, вот, и вы сможете это делать. Кстати, некоторые партнеры так и делают, потому что иногда записи, скажем, каких-то мероприятий, там, телемостов и так далее на других видеоканалах появляются раньше, потому что кто-то из партнеров записал на Камтазию, быстро сконвертировал, на свой канал выложил в чат и выбросал. Но, как правило, в большинстве этих каналов есть реферальные ссылки, вот, поэтому смотрите. Я вам еще раз сказал, если вам нужна достоверная информация о чем бы то ни было, видеоинформация, то заходите на наш официальный канал. Skyway Capital, RSV, Вебинары и Анатолий Дарчевинский. Коллеги, у меня на этом все. Если больше нет никаких вопросов, спасибо вам за ваши спасибо, те, кто написал. По поводу того, что если вы скачиваете, у вас запись не производится, Наталья, смотрите, вы внимательно следите за тем форматом, который вы скачиваете, а если у вас она не транслируется, соответственно, у вас на компьютере просто нет того проигрывателя, который это может сделать. Либо вам нужно просто обновить кодеки к вашему Windows Media Proигрывателю, который стандартно идет в стандартной упаковке с любым компьютером. Либо просто зайдите, знаете куда? Выйдите в интернет, в поисковике наберите как же называется, классик, да, медиаплеер, медиаплеер, классик, кайлайт, вот, вот я сейчас вам напишу, так, вы просто-напросто в интернете можете зайти, в поисковой строке вот это вот ввести, кайлайт, да, и вам высотится куча сайтов, с которых будет предложено скачать проигрыватель, да, Windows Media, как он называется, классик медиаплеер, вот, и там, когда вы будете его скачивать, вас попросят выбрать те форматы, которые вам нужны, не ошибетесь, если все галочки поставите, нажмете, и он у вас будет открывать практически любое видео, он бесплатный, вот данная программа бесплатна. Вот такие дела. Хорошо, коллеги, всем отличного вечера, нам еще сегодня предстоит, ну, достаточно много трудиться работать, я думаю, в ближайшее время будут какие-то новости, завтра вебинар в 18 часов, это презентация, нашего проекта, да, мы поговорим непосредственно о тех пакетах уже, которые действуют, о новостях, посмотрим видеоролик, который я все с вами показал, приглашайте новичков на вебинары, тех, кто еще, скажем, не зарегистрирован, те, кто колеблется, те, кто, как мы говорим, чешет репу, да, ковыряет носу, вот, вроде слушают вас, но смотрят в другую сторону, попробуем донести информацию, а дальше будем, как говорится, мы их инфицируем, они пусть дальше ползутся в информацию, что с ней делать, так далее. Спасибо.